Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире Самарские новости спорта. В середине периода хозяева вышли вперед. Во втором игровом отрезке команды сначала обменялись результативными уколами, а под самый занавес автозаводчане реализовали большинство. Гости в третьем периоде много атаковали, хозяева умело защищались, проводя контратаки. За две с небольшим минуты до окончания третьего периода амичи заменили голкиперы шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли. Победа 3-1 прервала четырехматчевую проигрышную серию «Лады», которая занимает 12-е место в конференции «Восток». До восьмой строчки, дающей право играть в плей-офф, тольяттинцам не хватает 13 очков. Тольяттинские гандболистки продолжают громить соперниц в чемпионате России. Очередной жертвой «Лады» стала звезда из Вениграда. В первой половине команды шли вровень, но ближе к перерыву «Лада» сделала рывок в счете. Гандболистские звезды предприняли попытку догнать соперниц, но сил хватило только до середины второй половины. И в концовке шансов зацепиться за последнюю «Соломинку» «Лада» не дала. 33-25. Теперь серия побед в чемпионате России у волжанок насчитывает 9 игр. В турнирной таблице тольяттинки располагаются на третьем месте. Самарские крылья советов не смогли приобрести 25-летнего полузащитника Анжи Павла Яковлева из-за ограничений FIFA. Регламент международной организации запрещает игроку в течение сезона дважды менять клубную прописку. Аванжи Яковлев перешел в конце августа 2016 года, успев провести серию матчей ФНЛ за «Спартак-2». Павел теперь снова станет игроком дагестанской команды. Сейчас крылья советов на втором тренировочном сборе в турецком городе Белик. Главный тренер клуба Вадим Скрипченко взял на сбор 22 футболиста. Самарцы пробудут в Турции до 7 февраля. За это время команда проведет 4 контрольных игры. 29 января крылья сыграют со Шпортом из Словакии, 2 февраля соперником Самарцев станет Железничер из Боснии и Герцеговины, а 6 февраля у клуба будет сразу две контрольных игры. Утром крылья встретятся с армянским Алашкертом, а вечером с молдавским Шерифом. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи!